Друзья, всем салют! Я Александр, вы на канале турагентства Вама Тревел. Мы сейчас приехали в очень популярный отель, называется он Бетон Брюд. Он также принадлежит цепочке отелей курорта Мираклеон. Мы его очень часто бронируем. Но представляете, на практике ни разу не удавалось приехать посмотреть самим. И у меня прямо сейчас такое внутри состояние. Мне кайф его посмотреть, кайф показать вам. Потому что отель хороший, отель популярный. Отель 2016 года, это один из первых вообще отелей, который начал работать на все включено. У нас туристы постоянно бетон брюд, бетон брюд, нам только бетон брюд, он на все включено. Это такой сторожил этой концепции, все включено. Сейчас он работает на ультра, все включено. Поэтому мне кайф его посмотреть. Друзья, подписка, лайк с вас, с меня обзор отеля. Заходим в главный корпус. Если в отеле будет ваш номер готов, то вас заселят раньше. Не нужно будет ждать официального заселения с 15.00. Это ресепшн. Приятная атмосфера, кстати, в отеле сразу сходу как-то чувствуется. Начинаю понимать, почему здесь много постоянных туристов. Фото зоны здесь есть. Номер у нас Deluxe Seville. В стиле лофт, как и весь отель. В целом мне такое оформление нравится. Я понимаю, почему здесь много возвратных туристов, потому что они любят именно вот такой формат. Душ. Душевая кабинка. Тепленький полотенцесушитель. Фен. Зубной набор. Косметика. Мыло, шампуни. Сейф. Пледы, если вдруг кто замерзнет. Халаты. Гладильные принадлежности. И сам номер. Достаточно просторный. Кофемашина. Кофемашина. Мини-бар. Чайный набор вода. И выходим на балкон. Вид у нас на море. На бассейн подогреваемый. Друзья, сразу в отеле будьте готовы к таким моментам. К примеру, к такой пошарпанности. Или видите, стол как будто бы немного прогнут. Вот этот. Ну, все-таки отель 2016 года. Реновация небольшая, наверное, нужна. Вот этот стул, к примеру, да? Он уже просевший. Прям вот садишься на него. Никакой амортизации. Просто проваливаешься вниз. Стол тоже. На балконе. Чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть. Такой обшарпанный так слегка. Стул. Такая же история. Лобби-бар работает за дополнительную плату. Он не включен в концепцию. Друзья, тут чай, кофе, напитки, закуски. А мы идем в ресторан шведской линии. Именно здесь как раз и организовано промежуточное питание. Тут вино, шампанское. Тут слабоалкогольные напитки, крепкий алкоголь. Шампанское, вино, пиво на разлив. Небольшие закуски. Что-то типа шаурмы, пицца, сэндвичи, десерты, кофе, чай. Ребята, в принципе, это вкусно. А сейчас небольшая информационная вставка. Я хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться к нам за бронированием отеля или целиком пакетного тура. У нас прямые контракты с туроператорами и отелями, поэтому бронировать через нас всегда удобнее и выгоднее. Мы бронируем туры не только по России, но и по всему миру с вылетом практически из любого города. А если пока не собираетесь путешествовать, подписывайтесь на наш YouTube канал. Здесь вы всегда найдете самые свежие обзоры отелей, курортов и городов. Кстати, подписывайтесь также на Instagram. Самые оперативные горящие туры, спецпредложения мы выкладываем там. Бассейн в отеле открытый, подогреваемый. Тут рядом также находится спа-комплекс. Там тоже есть бассейн, крытый. Сейчас мы туда тоже зайдем, посмотрим. Есть зона джакузи, детская зона. Тут где-то сантиметров 30. Термальный комплекс. Здесь находится сауна, баня, хамам. И через термальный комплекс мы сейчас выйдем к крытому бассейну. Есть также массажный кабинет. Есть тайский массаж, классический массаж. И вот мы, получается, попали в зону крытого бассейна. Здесь также лежаки. Детская зона есть, есть взрослая. Ну и стандартно, как бы, все взрослые всегда в детской зоне, потому что там водичка немного погорячее. Друзья, с главного корпуса можно сразу выйти в бассейн, либо в спа, который вот здесь находится. С доп. корпусов нужно немного пройти по территории. Есть подъемы, спуски, есть лестницы. Это доп. корпуса. Детская площадка, спортивная площадка для мини-футбола, для баскетбола. Она универсальная. Видите, здесь и кольцо, и ворота. Все прорезинено. В отеле есть прокат велосипедов, все это включено в концепцию. Здесь детские, взрослые. Парковка в отеле с этого года платная, стоит она 400 рублей в сутки. Эта стоимость, она, в принципе, для всех отелей курорта Мераклеон. Отель находится немного на возвышенности, то есть здесь есть лестницы, такие подъемы, спуски. И вообще он самый дальний из всех отелей курорта Мераклеон, самый дальний от пляжа. До пляжа здесь где-то пешком минут 15-20. Каждые 15 минут курсирует шаттл. То есть, в принципе, не обязательно идти, можно просто доехать. Я подробно про пляж рассказал в обзоре к отелю Город Мира. Обязательно посмотрите, подсказку выведу на экран. Там есть тайм-коды, можно просто посмотреть конкретно про пляж. Вообще советую и отель тоже посмотреть. Номер категории Junior Seat. При входе у нас, получается, сразу ванная комната большая. Тут унитаз, биде уже есть, ванна, душ, раковина, зеркало, набор полотенец, фен. Тут все стандартно. В этом номере можно разместиться спокойно пятерым людям. Обратите внимание, в отеле нет именно номеров двухкомнатных, чтобы они были именно с дверью. То есть, вот есть такие перегородки в свитах, в люксах. Дверей нет. Просто зонировано. Такая рабочая зона здесь. Здесь у нас зона глажки, гардероба, халаты тут, вешалки, пледы, сейф, сушилка, кофемашина, чайный набор. Здесь мини-бар. И тут у нас, получается, балкон и вид на море. На море и на бассейн. Ужины проходят в ресторане, который находится в главном корпусе. Сейчас мы идем на ужин, посмотрим, что нам предлагают. Вот так вот помещение выглядит. Помещение крытое, выхода на террасу нет. Здесь проходят завтраки, обеды и ужины. Соки, йогурты, кефир, молоко, агуша, кофейная, чайная станция. Стульчики для деток высокие. Так, здесь у нас соленье, колбаса, ветчина, сало, скумбрия, сыр. Бульон куриный, суп мини-строне, салаты. Так, тут гарниры, грибы, вермишель, пюре. Это уже индейка. Короче, запеченная рыба, макрель написано. Котлеты, кролик по-французски с грибами. Чахарбили, курица, хинкали. Тут маслины, помидоры. В общем, овощи, фрукты, зелень, соусы. Так, тут детская зона. Маленькие столики, стульчики. Детки здесь могут сами себе взять поесть. Шоколадный фонтан. Бананы, киви, молоко, суп-пюре. Тут еще какая-то каша. Наггетсы, рис, кабачки, котлетки, макароны, рыба на пару. Горбуша. Агуша, соки и зона десертов. Кофе, чай, тортики, десертики, печенье, кексы. Ну и по центру зала у нас зона с фруктами, с ягодами. Тут есть нарезанные яблоки, груши. А бар с напитками находится вот здесь, в соседнем зале. Вот здесь можно заказать себе напитки. По концепции до 9 вечера. Скажем так, питание. Ну, сказать, что оно какое-то супер или хорошее питание. Ну, нормальное, просто нормальное. Найдете, что поесть, это 100%. Найдете, что не поесть, это тоже 100%. Ну, в целом, короче, ничего. Вечерняя анимация проходит в ресторане Plaza Brut. Там же и дневная анимация проходит. Находится возле главного корпуса. Сейчас пойдем посмотрим. Там сейчас играет как раз музыка. Анимация до 23.00 работает. И, кстати, друзья, главный корпус, вот он. У меня окна выходят на море. То есть, как раз вот на сторону этого бара Brut. И немного шумновато в номере. Я живу на четвертом этаже. Такие басы слышны, немного некофорно. Если нужна абсолютная тишина, лучше брать номера в дополнительных корпусах. Они немного поодаль за главным корпусом. В отеле есть еще два ресторана, которые работают по меню за дополнительную плату. В концепцию они не включены. Ресторан Brut 8 работает до 12.00. Здесь есть терраса. Тут тоже столики. И вот тут классный вид на море. Ну, сейчас, понятное дело, ночью не видно. На море, на город. Хочу обратить внимание, что шторы здесь, если плотно закрыть, они все равно просвечиваются. То есть, блэкаут сделать не получится. Я утром вот от этого света проснулся. Привык уже дома просто спать с плотными шторами. Всем доброе утро из отеля Бетон Брют. Едем на завтрак на первый этаж. На завтраке у нас предлагается игристое брют. Тут даже лед есть. Вина, белое, красное. Сэндвичи, омлет, яичница. И дальше мы попадаем в один большой общий зал, где проходят завтраки, обеды, ужины. Колбаса, ветчина, сало, куриный рулет. Тосты можно себе сделать, поджарить. Рыба масляная, селедка, сыр. Еще один сыр, масло. Так, тут печеные яблоки, картошка, брокколи. Это что такое? Творожная запеканка. Так, вареники с творогом, сосиски, сардельки, рис. На детской зоне тут молоко, какао, каша манная. Сосиски. Ну, тут некоторые блюда повторяются. Кстати, перепелиные яйца. Интересно. Йогурты, соки, кашка даже. Смотрите, каша, пять злаков. Ну, здесь еще одна кофейная станция. Чай, кофе. Десерты. Честно сказать, по десертам я вчера хотел себе что-то выбрать. Ничего не выбрал. Тут либо печенье, либо, ну, такие тортики. Мне не понравились. Мебель в ресторане шведской линии. Немного такая уставшая. Видите? И вообще она в целом такая вся, ну, какая-то простенькая. На завтраке здесь есть из рыбы тунец, масляная рыба. А тунец это признак хорошего уровня отеля. Вообще, ну, так считается. Но я попробовал, сейчас он какой-то такой рыхлый. Какой-то он перемороженный чуть. В общем, тунец такой себе. А вот рыба масляная классная. Друзья, мы сейчас находимся возле новых корпусов. Это такая дополнительная территория. Здесь находится седьмой, восьмой корпус. Кто хочет забронировать номера со свежим, с новым ремонтом, нужно бронировать седьмой, восьмой корпус. Ну, тут тоже есть особенности. Седьмой корпус, там есть особенности по номерам. Восьмой корпус, это уже такой более стандартный вариант. В общем, у этой территории такая своя мини-инфраструктура. Здесь, в принципе, тоже все есть бассейн. Здесь нет единственного, что ресторана. Но до главной территории тут буквально там выйти, пройтись метров, наверное, двадцать. Гости могут пользоваться территорией друг друга. Также тут есть детская площадка своя отдельная. И детская комната. Посмотреть сейчас не получится, потому что закрыто. Друзья, смотрите, это вот седьмой корпус. И обратите внимание, тут снизу номера, получается, очень низко окна расположены. Это категория номеров стандарт. Второй этаж это стандарт плюс уже. Там все нормально. А третий этаж это мансарда, стандарт мансарда. Там, наоборот, окна высоко расположены. Вот у седьмого корпуса такие особенности. Номер категории Junior Suite. Это восьмой корпус. Все новое, пахнет прям новым ремонтом, новой мебелью. В этом корпусе все номера, они выходят на море. Получается, у всех номеров вид на море. Это инфинити бассейн, он тоже подогреваемый. На этой территории находится. Ванная комната. Интересные такие цветовые решения. Все так гармонично. Полотенце. Ну, также косметический набор, зубной набор. В целом, отель понравился. Вот единственный момент, то, что немного. Ему, мне кажется, даже концепцию нужно поменять. Шведскую линию, вот это вот все обновить. Мебель, конечно, обновить в общественных местах, в ресторанах. Ну, и, конечно же, номерной фонд обновить. Цены в этом сезоне в мае от 9 тысяч за сутки на двоих. Июнь от 12, июль-август от 15 тысяч за сутки на двоих. Дети до 12 лет проживают бесплатно. Это во всех отелях курорта Мираклеон. Плюс еще один ребенок до 3 лет. Тоже его можно разместить без места бесплатно. В целом, если на большую семью, то, ну, получается, вполне недорого. Друзья, на этом все. Это был обзор отеля Бетон Брюд в Анапе. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если есть какие-то вопросы, какие-то дополнения, пишите в комментариях. Если вам нужно рассчитать и забронировать тур, пишите сразу по контактам, указанным в описании к видео. Мы сейчас едем смотреть следующий отель курорта Мираклеон. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Оно выйдет очень скоро. С вами был Александр, турагентство Мама Тревел. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok